Здравствуйте! Новости Дагестана на телеканале ННТМ, студии Махач Курванов и небольшой анонс о том, что вы увидите в нашем выпуске. Коммунальщики Махачкалы устраняют последствия ливневых дождей. Подробнее через минуту. Вы посмотрите, дом на доме. Детям вообще некуда выйти. Ни кола, ни двора. Жители одной из улиц Махачкалы просят власти разобраться с земельным беспределом. Теперь в столице республики есть специальная клиника, где бесплатно лечат детей бабочек. На открытии был и мой коллега. Столичные коммунальщики до сих пор устраняют последствия непогоды. Со вчерашнего вечера более 20 механизированных и пеших бригад проводили работы по очистке поверхности ливневых решеток. Накануне в Махачкале за полчаса выпала половина месячной нормы осадков. Подробнее в следующем сюжете. О надвигающейся непогоде, как ни странно, не оповестил ни МЧС, ни гидромедцентр. Так ливень со шквалистым ветром оказался полной неожиданностью как для населения, так и для властей. Городские службы были переведены на усиленный режим. Но несмотря на это, коммунальщики до сих пор устраняют последствия стихии. Из-за шквалистого ветра и дождя произошли аварии, приведшие к локальным перебоям в подаче электроэнергии. На всех аварийных участках работают бригады Россети «Северный Кавказ», а содействие им оказывают городские аварийные службы. Данная работа нами контролируется. Все обращения жителей принимаются и все время на все реагируем мы. Со слов «Горли Крестей» когда поменешь дальше? Со слов «Горли Крестей» работы будут завершены сегодня до вечера. В данный момент продолжается вывоз поваленных деревьев в проспекты Бибулатова, Акушинского и Шамиля. Наиболее пострадавшие от дождя сегодня были очищены от камней и грунта, которые смыло с горы Таркитау. Бригадам городских служб также приходилось выкачивать воду из подвальных помещений. Вы все видите, вода уже не осталась, вся вода сошла. Также работает бригада у нас в центре города. Папатырая, Котрово, Дахадаево, Бибулатова и многие другие улицы города Махачкалы. Омывали улицы столицы вакуумно-подметальные машины и водовозы. Работа была организована в круглосуточном режиме. В таком же режиме городской оперштаб продолжает работать и сейчас. В ближайшие выходные синоптики обещают хорошую погоду. В выходные дни в городе Махачкалы будет комфортная погода. Без осадков. Температура довольно-таки не очень высокая, но жаркая. В пределах 26-28, начали 21-22. Лариана Шимхалаева, Патимат Ханапова, новости ННТ Махачкала. Городу удалось вернуть земельный участок по улице Магомед Тагирова, 182. В инстаграм к мэру Махачкалы Салману Дадаеву поступила просьба проверить законность постановки на кадастровый учет данного участка. Так выяснилось, что один из жителей города с помощью подложных документов зарегистрировал право собственности на землю площадью 400 квадратных метров. За подделку документов махачкалинец будет привлечен к ответственности. А специальные городские бригады в ближайшее время приступят к приведению участка в порядок. На основании собранного проверочного материала администрация города обратилась к Кировской районной суде города Махачкалы с исковым заявлением о возврате собственности муниципалитета незаконно оформленного земельного участка. Решением Кировского районного суда города Махачкалы оставлено без изменения апелляционного определения Верховного суда Республики Дагестан исковые требования администрации города Махачкалы удовлетворены в полном объеме. На основании вступившего в законную силу судебного решения администрации города направлено заявление в управление Росреестра по Республике Дагестан для снятия данного участка с кадастрового учета. Вместо детской площадки и зеленых зон частные бетонные строения. Жители дома по улице Гамидова 9-Б просят власти обратить внимание на земельный беспредел, который творится на прилегающей территории. По их словам, дворовой участок незаконно передали в частные руки. В скором времени жильцам не останется места для парковки машин, а их детям зоны для игр. Подробнее моя коллега Патимат Ханапова. Вы посмотрите, дом на доме. Детям вообще некуда выйти. Жители дома по улице Гамидова собрались сегодня, чтобы выразить свой протест. Говорят, крик души и одновременно мольба о помощи. Дело в том, что жильцы этих многоквартирных домов могут лишиться двора. Собственники увидели, что освободили территорию, они понимали, скорее всего, что здесь будет происходить. Начали оградительные работы, не имея никаких документов на это. Вы сами видите, здесь ни дороги, ни пешехода, ни площадки, ничего нет. Огромный двор, непонятные застройки, земли распроданы. Не знаем, как здесь быть еще. Еще в 1996 году администрация Махачкалы так отмежевала территорию, что в итоге два участка здесь оказались в частной собственности. В этом году двор даже планировали благоустроить. Он был включен в программу «Комфортная городская среда». Но ввиду того, что землей владеет не муниципалитет, работы не провели. Схему дали, что здесь будет двор, здесь будут детские площадки и стоянка для машин. Спасибо, люди только спасибо скажут за это. Потом взяли, сорвали все. Через некоторое время приезжают люди, пробурили дырки и все. А теперь мы узнаем, что здесь будут дома. Жители намерены отстаивать собственный дур. В этом содействовать им обещают и нынешние городские власти. Они признают, земельные проблемы в Махачкале стоят остро. В мэрии говорят, они планомерно проводят работы по возврату незаконно переданных в частную собственность участков. Мэрии Махачкалы обязательно будет разбираться в этом направлении. Кроме того, по мэрии города очень много замены участков возвращены в муниципальную собственность. Благодаря заменному контролю и работе, проведенной ими. И в этом направлении тоже будет работа продолжена. И по возврату данной замены участков в муниципальную собственность. Еще одна проблема, которая волнует здешних жильцов, это нерабочий лифт. Его приостановили ввиду неисправности. Устарел. Главный вопрос, сколько ждать установки нового. Так инвалиду первая группа из Экинат-Магомедовой приходится пешком подниматься на 11 этаж. У меня двое детей. Я одна воспитываю двоих детей тоже. Поэтому для меня это нелегко. Ладно, у меня рук нет, моим детям приходится таскать пакеты, сумки на 11 этаж. Помимо меня у нас еще есть взрослые, больные люди, которые не могут спускаться. Мы обратились в ответственные структуры. Там обещают установить здесь новый лифт. Однако жильцам все же немного подождать придется. Мы постараемся включить их в короткосрочный план на капитальный ремонт, дабы в 2022 году уже им заменить на полноценный лифт, чтобы они могли пользоваться. Путин Матханат, вам говорит Магомедов, новости ННТ, Махачкала. За обрезку деревьев, несогласованную с администрацией Махачкалы, теперь штрафуют. Сигнал о неправомерных действиях поступил в Центр управления регионом. В социальных сетях распространялось видео, на котором злоумышленники обрезали ветки деревьев, прилегающие к рекламному щиту. Крона мешала разглядеть, что именно написано и изображено на билборде. Установить арендаторов рекламного щита, которые нарушили закон, удалось специальной инспекции. Теперь их привлекут к ответственности. По данному факту специалисты управления торговли и предпринимации рекламы совместно с управлением административно-технической инспекции выехали на место. Выяснили, кто арендует рекламный щит, расположенный рядом с обрезанными деревьями. Составили акт. По отношению к нарушителю будут примены максимальные штрафные станции, предусмотренные законом. Муфтиат Дагестана призвал жителей республики соблюдать меры профилактики коронавирусом. С обращением выступил председатель духовенства Шамиль Алиханов. Он отметил, что ситуация с COVID-19 в нашем регионе по-прежнему тяжелая, больницы переполнены. Религиозный деятель призвал выполнять требования Роспотребнадзора, а это соблюдать дистанцию, носить маски и по возможности не посещать места массового скопления людей. Специалисты характеризуют вирус как более агрессивный. В этой связи Муфтиат Республики Дагестан еще раз призывает всех жителей нашего региона соблюдать все меры предосторожности. Убедительная просьба подумать о своих родных и близких, об окружающих вас людях, подумать о здоровье старшего поколения, которое крайне тяжело переносит эту коварную болезнь. Мы призываем вас не посещать места массового скопления людей, в том числе тазияты и торжественные мероприятия. Находясь в общественных местах, обязательно носите маску, соблюдайте социальную дистанцию. В этот тяжелый период коронавирусной инфекции призываем верующих по возможности совершать все коллективные намазы дома, не посещая культовые сооружения. Желаем всем больным скорейшего выздоровления с помощью Всевышнего. Уверены, соблюдая все рекомендации специалистов и Роспотребнадзора, мы сможем вернуться к привычной для нас жизни. Бесплатное лечение детей-бабочек. В Махачкаре осталось открытие медицинского центра «Инклиник». В нем можно получить качественную медицинскую помощь, а главное, дети с диагнозом булезный эпидермолиз смогут бесплатно лечиться и проходить реабилитацию. На открытии присутствовали в Мутиреспублике Шех Ахмат Афанди, министр здравоохранения Татьяна Беляева. Подробнее расскажет Карин Даниев. Особый медицинский центр «Инклиник» открыли торжественно с высокопоставленными гостями и красной лентой. Республика нуждалась в нем уже очень много лет. Теперь для лечения и реабилитации детям с диагнозом булезный эпидермолиз не придется выезжать в другие регионы. А главное, это лечение будет абсолютно бесплатным. «Эту задачу перед нами, как бы, посыл Муфти нашей республики, после того, как родительский комитет обратился к Муфтию с просьбой оказать помощь, эти дети, чтобы получить элементарную какую-то медицинскую помощь, им приходится выезжать за пределы республики. Поэтому, как бы, нашей целью было, чтобы эти дети могли тут получать специализированную помощь». Строительство и организация медицинского центра «Инклиник» проходила при участии благотворительного фонда «Инсан» и частного мецената. Их объединило стремление помогать нуждающимся. «Благотворительность – это вообще цель моей жизни. И то, что в этом направлении наш предваритель Муфтии республики, фонд «Инсан», и все, которые вокруг него и вокруг фонда «Инсана» стоят, «Это практически героические поступки и героические люди. Люди, которые всегда, можно сказать, 24 часа работают во благо всего нашей, всей нашей республики. И особенно тем людям, которые в этом нуждаются». Открытие медицинского центра посетил муфти Дагестана шейх Ахмад Афанди, а также представители власти, в их числе министр здравоохранения республики Татьяна Беляева. «Фонд «Инсан» неоднократно помогал этим детям выезжать за пределы республики на либритацию, на лечение. Сегодня они все это смогли организовать в благотворительном целях, организовать для этих детей у нас в республике. И мы надеемся, что мы сможем помочь нашей республике не только нашим деткам, но и к нам будут приезжать и оздоравливать своих детишек с других субъектов Российской Федерации». Карим Даниев, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ, Махачкала. «Дагестан» в числе лидеров в Северном Кавказе по объемам строительства. Наш регион за пять месяцев текущего года ввел в строй почти 300 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает Федеральная служба госстатистики по СКФО. Всего на Кавказе застроено более полутора миллионов квадратных метров. Рост составил почти в два раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Регионы-лидеры по вводу жилья в Ставропольский край, Чечня и Дагестан. Регулярные побои в семье привели к трагедии. В ходе очередного домашнего скандала женщина убила своего супруга. От ранения холодным оружием в область сердца 45-летний местный житель скончался на месте. Сообщение о происшествии поступило от врача скорой помощи в отдел полиции по Кировскому району. Выехав по адресу в поселок Семенберт, сотрудники правопорядка задержали на месте преступления 37-летнюю жену погибшего. По ее словам, муж часто избивал и собирался повторить это снова. В ходе бытовой ссоры она схватила кухонный нож и нанесла им удар в область груди своего обидчика. Предполагаемое орудие убийства изъято. Идет следствие. Он хотел избить, вернее избивал. У меня в этот момент был нож на руках кухонный обычный. И я случайно его поранила. Из-за чего были конфликты? Ну, всякого репновалу. В Тарумовском районе при строительстве школы похитили более 24 миллионов рублей. Гендиректор подрядной организации заподозрен в присвоении крупной суммы из бюджетных средств. Об этом сообщает Риадагестан. Установлено, что руководство ООО «Строй» с 2012 по 2016 год при строительстве образовательного учреждения в селе Кузнецовка завысил объем выполненных работ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Морпехи приступили к тренировкам по вождению на воде в Дагестане. В мероприятиях принимают участие порядка 200 морских пехотинцев Каспийской флотилии. Они задействовали более 30 единиц военной техники. Морпехи выполняют погрузку на десантные катера и высадку морского десанта. Помимо этого, военнослужащие готовятся ко дню военно-морского флота. По словам организаторов, самым ярким эпизодом станет высадка десанта с катера и захват побережья на бронетранспортерах. Дагестанский академик провел лекцию для студентов Казанского федерального университета на территории цитадели Нарын-Кала. Мухтазали Гаджиев, профессор Института истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН, рассказал о масштабных работах археологов, проведенных последние 20 лет, посвященных 50-летию Дербенской археологической экспедиции. В течение 19 лет, из этих 20 лет работы экспедиции, федеры финансировались недавно почившим Российским гуманитарным научным фондом. И, к сожалению, в современных нынешних условиях археологии очень сильные ситуации, потому что и РГНФ сократили, и награли похорон своих Российский фонд фундаментарных исследований. Магистранты-реставраторы КФУ проводят мониторинг состояния сохранности и противоаварийную консервацию археологических коллекций музея. Их задача – помочь музею-заповеднику сохранить свои уникальные коллекции. В историческом парке «Россия. Моя история» жителям Махачгалы представили передвижную выставку. Она содержит в себе исторические экспонаты и исследовательские работы Всероссийского географического общества. Мероприятие организовано по поручению министра обороны России Сергея Шойгу. Она направлена в первую очередь по словам организаторов на патриотическое воспитание молодежи. У жителей Дагестана есть возможность ознакомиться с уникальными артефактами, с уникальными документами подводных исследователей. Экспозиция будет доступна с 8 по 17 июля. Ознакомиться с работами сможет любой желающий. Это было все, о чем мы хотели вам рассказать. Оставайтесь с нашим телеканалом, смотрите наши новости. Всего доброго, до скорого. Субтитры создавал DimaTorzok